Доброе утро, ребята! Надеюсь, оно для вас утро и надеюсь, оно доброе. Вот. Я, короче, вчера, когда снимал ролик, где покупать манго в Беларуси, я очень новый раз наткнулся на звезда джей-поп. И, знаете, мне так обидно стало, что у меня было две или даже три возможности купить все три тома, если бы у меня оно просто в поиске нашлось. Потому что я тогда дважды вбивал в каждый из разов, когда я ее видел на полках в продаже. И ее не вбивало, как будто ни такого датчика не существует. Либо он по-другому назван. Но вот вчера я его нашел. И еще и нашел, что на ОЗИ они все есть. И они есть в физических магазинах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И Uhr. Вот поэтому и, короче, восстал бы день, пораньше проснулся, и вот эту остановку сейчас сяду, маршруточку, и куплю их погоню. Да, я еду в Минск чисто ради манги, ради трех томиков манги, и все, и обратно. Я пересадил то, что я сейчас снял, для ясности еще скажу, что я не покупал, потому что не знал, сколько томов, может, ее не полностью издали, и может, в интернете даже почитать, ну, дочитать не получится. Оказывается, все три из трех томов и издали. Росман, которая спонсировала фабрика комиксов, вот. Поэтому, учитывая, что это вся серия, она вся издана, она дешевая, ее легко найти, ну, я не могу позволить себе сидеть дома и такой, блин, мог купить, мог купить, а в следующий раз, неизвестно, как это поеду, поехал бы по другой причине, и поэтому, нет, пора ехать, поэтому я еду. Ура, на горизонте появилась моя маршрутка, значит, я раньше приеду. Хотел бы вам больше всего показать, но, блин, неудобно, да и стрёмно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Их раньше не было. Ну, и они строились, когда я тут жил, учился. Для меня институт культуры, это вот, не знаю, это прям мой второй дом, как будто. Я тут столько прожил. Считаю, что весь свой универ. Блин, вот эти поезда вот тут помнил. Чего только я не делал. И с обратной стороны, вот «Фикс Прайс», когда открылся в 2017 году, было обалденно. В ОЗ ходил часто вообще. Там ещё «Доннир Кинг» есть. Вообще, такое ностальгическое для меня место, вы не представляете. А спонсором сегодняшнего ролика являются мои родственники. Мои родственники. Поддержим рефила рублём. Тут вот даже ступеньки поменялись. Одним из моих любых парашютов было зайти в ОЗ. Вот. Потом зайти в «Фикс Прайс». Потом можно было повернуть назад и зайти в вот этот вот компьютерный магазин, что на торце. Вот. Если денег побольше, то можно ещё зайти в «Доннир Кинг». Но не сюда, но это возможность, конечно, была. Вот. Кстати, тут он внешне почти не поменялся. «Осторожно, скользкий пол». Я думал, напишу, «Осторожно, мы не работаем». Вот. Потом пройтись туда, по пути посмотреть, в «Фикс Печать» и там на остановочке пройти. Ой, такая ностальгия. Ну что, ребята. Капец, я так давно не делал этого, не покупал в ОЗе, тем более, чтобы прийти. Вот все они, три дома. Охренеть. Первые там видно по какой цене по 3, что ли, 90 с чем-то. А третьи, 4 с чем-то. Плюс я ещё взял себе закладок. Тут они троху обновились с последних моих разов. Выглядит посимпатичнее, цвет классный. Сейчас, наверное, пойду туда, в «Фикс Прайс», может, ещё куда погоняю. Зайду в «Донер», может, там есть вегетарианская шавурма. Если да, то отлично. Вот. Потом подробнее вам покажу, возможно. Остак-то очень классная тема. Сейчас поясню, почему. Смотрите, даже в 2022 году можно войти некоторую мангу по супердешёвой цене. Ну, то есть, смотрите, я думал, по 5 рублей это дёшево. Ну, смотрите, тут ещё дешевле. Плюс скидки действуют ваши клиентовские. Плюс можно как заказать, а если есть наличие, то можно просто подъехать и забрать. Удобное приложение. Бесплатные закладки, бесплатные пакеты. Но от пакета я отказался, потому что мне, во-первых, он не нужен, у меня есть. Во-вторых, ну, типа, надо беречь природу. Вот. Сейчас такой логикой вообще надо от всего отказаться. От еды и от всякого потребления вовсе. Максимум там земледельным, кем заниматься и всё. Вот. Собирательство. Ну, в пределах нормы, в пределах разума. Там в Озии ещё мелкие всякие приколы. Круто покупать, типа, такие подарочки. Я когда в Минске учился, постоянно там залипал. Ну, и просто круто приехать туда, посмотреть. Вот. Можно с этого выцепить по очень хорошей цене. Это нужно, конечно, постараться и ориентироваться в ценах. Вот. Ну, короче, я, капец, как довольный, рад, что приехал, что оно всё было. Я купил. Это обалденно. У меня ещё куча денег осталась. Уже по адресу ульца Могилёвская, 2К1. Находится ТЦ мост. Я когда учился, ходил постоянно сюда в СЭК, когда я его открыл для себя, мне его показали. Вот. Где-то с начала 18-го года примерно. И до, не знаю, где-то 4-й курс был. 4-й курс-то до 19-го года. В 19-м году его, по-моему, закрыли. Ну, тут СЭК. Крутой секонд-хенд был. Решил сюда зайти, посмотреть что-то как. Ну, да, тут вроде как нету. Корона тут. Конкомат беру из банка. Ну, круто было, в общем, очень. Когда тут был секонд-хенд, там, на втором этаже. Там по дням недели. День привоза был, по-моему, суббота. И с каждым днём на рубль меньше. Ну, за определённую стоимость рублей. Допустим, за 8. Любую вещь можно купить. И в конце, там, в последний день, там, 2-3 рубля. Круто было приходить туда. Вместо пар, после пар, до пар. Чисто даже поржать. Были моменты, типа, пошли в СЭК, зачем? Ну, поржу. Вот. Обалденно было. Ну, потом закрыли. Я там много классных вещей себе покупал. В СЭКонде. Вот. Есть ещё один такой, который я в магистратуре мне показали. Но у него когда-нибудь в следующий раз. Я его вам покажу. Сейчас ехать у него не особо. Ну, не то, что... У меня кто-то хочет свои желания есть. Есть возможность, но не поеду. Как-нибудь в другой раз. Я там далеки поехал в 59-е. 19-е до этого проехал. Капец, у меня сейчас воспоминания пронзают. Почти как я Гамилайда, когда он тетрадь смерти себе вернул. Ох, это капец. Какое классное место я тут так давно не был. Ну, как, я тут был примерно летом или, может, зимой где-то прошлого года. Ну и так, чуть-чуть забежал. А вот сейчас прям полноценно гуляю тут. Хожу вообще. Дионис. Раньше там какой-то другой был магазин. Вот этот вот желтый. Ах, охренеть. Такая ностальгия, ребята. Аж пробираю. Уф, это дрожжи. Блин. Еще и погода хорошая нет. Осадков, дождя, снега. Чего-то такого. Вот. Пойду, наверное, пройдусь в направлении общак. А потом вернусь в Донер Кингу. Посмотрю, есть ли там веганские шаурмы. Офигеть, тут Дионер Кинг построили. Точнее, папа Донер. Раньше тут его не было. Тут. Вот. Все остальное было. Кроме самого этого Дионера. Вот. Охренеть. Тут раньше стоял инфокиоск. Белся из рук печати. Я там постоянно, когда ждал троллейбус, залипал. Офигеть, тут поменялось все. Ну, конечно. Вообще, мега ностальгия. Я, если честно, повернул в сторону. Потому что на меня чем-то посмотрел. Потому что там люди. И было бы там пусто, я бы пошел дальше. А мне стрёмно снимать. Блин. Не хочу, чтобы меня обращали внимание особо. Вот. Так вот, круто было стоять. На остановке. Я вспоминаю, как там ждал троллейбус, чтобы поехать в универ. Там еще куда-то там погулять. На свиданку какую-нибудь. Как обратно ехал. Вообще круто. Как там видел кого-то из знакомых. Это вообще так обалденно. Или знакомые ждал. Как вот тут на этой площадке тусил. Помню, на четвертом курсе. В жару. Помню, как вот там. Подальше. Ну, намного дальше, в принципе. Сидели, пили пиво. Потом мне волосы в черный цвет покрасили. Ой, вообще, крутяк был. Такая ностальгия. Темная моя камера. Особо не передает цвета. Против солнца особо. Ладно, никак. Общагам я не пойду. Чего-то там особо делать. Ладно, типа с кем-то со знакомых. Типа вспомнить былые времена, так сказать. А так. Толку одному сейчас туда тягаться. Вот. Пойду в дюнер. Офигеть, солнышко выглянуло. Такая красота. Вообще супер. Смотрите, тут руки можно помыть. Давайте я вам с одной покажу мангу. Короче, тут, как я понял, это же манга. Сюжет в том, чтобы главные герои друзья детства или типа того. Нет, ну, друзья детства. Короче, они хотят прославиться. Выступать на эстраде. Давайте я вам покажу рисовку. Ну, вот такая она. Олдскудная, простая. Такая, как в счете мангов, романтических. Ну, мне нравится. Очень прикольная такая. Можно сказать, классическая даже. В каком-то степени. Вот. Две темы для меня необычные. Таких манг не читал, в общем. Вот первый тоник. Второй. Мне показалось, что одинаковое содержание. Давайте проверим даже. Последним страницам. Конец второго дома. Такое. У меня, видимо, рисовка просто такая. Ну, похоже просто. Много ракустов одинаковых. И третий, последний там. В конце еще дом материала есть. В общем, будет мне очень круто почитать. Рад что купил. Теперь буду есть. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон» «Симон». Столетший армонил. Очень вкусный. Крутые овощи, просто такие сочные, обалденные, супер, все буду есть дальше Тут в составе картошка, маринованный помидор, соленый Огурец, еще что-то такое, капуста есть вижу, свежая вроде Я понял, еще перец есть, вкусный, зелененький такой, обалденный Под капустой я свежий, имел ввиду, что они соленые, они маринованные Предложили еще попить, может что купить, когда на кассе стоял Подумал, не, а сейчас подумаю, надо зайти в фикс и купить, кстати, супер тема, лайфхак Реально, идете в фикс прайс, покупаете там дешево какой-нибудь напиточек и идете в Доннеркирк Ну, лучше с собой, наверное, забрать в таком случае И где-то тут чилите, короче, пьете Мне так прикалывает, что несмотря на то, что уже почти 11 часов Люди до сих пор такие сонливые, неповоротливые, никуда особо не торопятся Мне это вообще мега по кайфу Мне как безработному это вообще супер круто Все, пойду фикс, чекать, что там Ну, а по вкусу этого шаурма мне напомнила, знаете, такой домашний обед Жареная картошечка с овощами всякими Ну, еще сверху лавашек обернули Ну, такой интересный вкус, специфичный на самом деле Не скажу, чтобы я такое хотел все время есть, но попробовать определенно стоило Ну, вот Да и такую стоимость наестся это очень хорошо, за 3,70 Короче, купил себе меринду за рубль 25 каждый стоит Ну, это или все по карте, так оно, ну, их фикс праздская карта, так они полтора рубля Липтон, лимон, холодный чай взял По той же цене, и тоже за рубль 25 мы от Индью Что-нибудь сейчас выпью, остальное домой И вот взял еще вафли венские Раньше от Акульчева были, сейчас от Ладушкина, за рубль всего Меня один хороший человек не приучил, и я с тех пор их полюбил очень сильно Ну, вот, короче, сейчас попью и поеду уже домой Решил меринду и отпить А теперь домой Ребята, сегодняшний экспириенс просто незабываемый Такая чудесная погода, слушайте Все такое солнечное, светлое Вообще обалденно Супер, уже весной прям пахнет Иду такой, замечтался По ТЦ Мола И мне такой, ой, подождите, фарфюм Я думаю, что, что? Короче, дала мне эти пробнички Их так обожаю, они так обалденно пахнут Я все время беру, максимум сто раз прохожу мимо них В карманы этих штанов, куртки, там, в сумку еще куда-нибудь кладу побольше Чтобы пахло обалденно вообще А носовой платок, как пахнет после этих вот парфюмов Ой, ребята, это вообще не передать словами Короче, обалденный день у меня, блин, вообще День удался, вот я прожил сегодня, не зря, считаю Такого обалденного экспириенса у меня, наверное, ни разу не было Чтобы я, ну, конечно, заранее планировал Но все так по маслу, как прошло вообще, обалденно Взял такой, проснулся, будильник поставил Хотя лег 2 с чем-то, ближе к 3 В 8 проснулся, не евший, не пивший Оделся, пошел На маршруточку приехал, купил себе мангу Там сходил еще в дюнер В ЧИК зашел, вообще круто, слушайте Офигенно Ну, правда, возможно, пойду домой и буду спать Мангу я подробнее, наверное, вам не покажу уже Поэтому, если вы смотрели весь ролик или ждали Вот, чтобы я подробно покажу и расскажу про нее Ну, не удалось ни в этот раз, ребята В любом случае, спасибо вам Все, всем давайте, всем хорошего настроения А я пиндурю на маршруточку Брат за брата, так за основу взято Ребята, я вас всех так люблю, у меня такие классные, капец Я так рад, что у меня есть ютуб-канал, что я его веду Что у меня есть вы, что вы пишете комментарии хорошие То, что вы мне лайкайте, подписывайтесь Блин, следите, подписывайтесь на мой телеграм-канал Там активничаю, блин, огромное вам спасибо Я вас так люблю Вообще, так классно Вообще Спасибо вам большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...